Из книги «Открытым оком» третьего тома, тема Лапкин. Книги «Вопрос 981. Как вы относитесь к каверзным вопросам, когда вам их задают?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. К каждому вопросу я отношусь со всей серьезностью, с уважением к самому себе. Мне Бог дал радость общения с людьми, знания писания и незадобную жизнь. Я был под следствием не только Алтайского, но и Московского КГБ и думаю, что мою жизнь эти ребята расследовали подальше, чем мое рождение и ничего не нашли в моем христианском происхождении. Ни у кого ничего я никогда не своровал и корысти никогда никакой не преследовал, поэтому вопросы каверзные. Желание меня подловить и подпустить вынуждает открывать кое-что, чего другие еще не знают. И от 1.33. Если бы я скрывал простудки мои, как человек, утаивая были мои пороки мои, то я боялся бы боль большого общества и презрения их одноплеменников. Страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за дверь. Выходя на кафедру, я предполагаю, что могут быть такие вопросы, и меня это не смущает. Пока еще не было ни одного вопроса, на который я не отвечал бы. О ум мой холодный! Зачем, уклоняясь от кроткого света божественной веры, ты гордо блуждаешь во враге сомнения? Ответь, если можешь. Кто дал тебе силу разумной свободы и к истинам вечным любовь и влечения? Кто плотью животное покрыл мне так чудно скелет обнаженный? Наполнил все жилы горячей кровью, дал каждому нерву свое назначение и сердце заставил впервые забиться, да то ли ему чуждой неведомой жизнью? Кто дал тебе средства через малую точку подвижного ока устраивать знания, усваивать знания о видимом мире? И как назовешь ты тот дух в человеке, который стремится за кране земного, сознанием свободы и сильным желанием, познанием и блага, который владеет порывами сердца, один торжествует в страданиях тела, законы природы себе подчиняя? Кто дал это свойство цветущей природе, что в ней разрушение единого тела бывает началом для жизни другого? Кто этот художник, рукой всемогущий, в цветке заключивший целебную силу и яд свертоносный, и яркие краски, и тени, и запах смирить жизнь и веру? О, ум мой надменный, законы вселенной смерти, рождение живущего в мире и мощная воля души человека дают мне по стиму, великую тайну, что есть высший разум, все дни насоздавший всем правящий мудро. 1853 год. Никитин Иван Савич.